Сфабрикованные новости – это информационные продукты, в структуре которых правда либо содержится частично, либо полностью отсутствует. При этом их главная опасность заключается в том, что такие новости схожи с обычными новостями, в результате чего их легко принимают за правду и активно распространяют обычные пользователи. Так, кому нужны подобные фейковые новости, смотрите далее. Фейки могут быть очень опасны для общества. Такие новости зарождают в людях панику и формируют состояние тревоги и неопределенности. Все это усложняется скорость распространения фейков и тем, что большая часть аудитории не может отличить оригинал от фальшивки. И люди, сами того не осознавая, сами становятся распространителями, комментируя ложную информацию. Если одни фейки условно безобидны, то другие предоставляют угрозу ментальному здоровью людей или являются инструментом манипулирования сознанием. Откуда берутся и кому они нужны, разъяснили представители правоохранительных органов. Дезинформация, естественно, распространяется преступной АКМИ с целью легкого зарабатывания денег, разглашения ложных сведений против властей, правоохранительных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации. Также сразу же порядка отмечают, что если гражданин наткнулся на инфоповод и не понимает, как к нему относиться, то ему стоит загуглить информацию. В таком случае поиск обязательно выдаст несколько материалов на эту тему из разных источников. Изучив несколько точек зрения, вы придете к чему-то своему. Кроме того, бывает, что в некоторых местах дается более широкий контекст. Это важно для формирования цельной картины происходящего. Ну и, конечно, не забывайте про первоисточник, то есть официальные сайты и посмотрите, как и что сказано там.